Спустя 9 лет после пуска первой в мире атомной станции, великие ученые, такие как Лейпунский и Блохинцев, приняли решение о необходимости построить кузницу высококвалифицированных кадров для станции прямо в Обнинске. Тогда, в 1963 году, появилось первое дневное отделение в филиале МИФИ. В состав 150 студентов курса вошел и Георгий Константинович Игнатенко. Сегодня он главный организатор встреч с бывшими сокурсниками, хранитель старых и новых фотографий, так сказать, летописец выпуска. Наверное, каждый бы это все сделал, понимаете. Просто, наверное, такая у меня натура. Я хочу, чтобы наш курс жил. А потом очень интересно. Я хочу сказать, что мы не просто отмечаем 55 лет, а мы отмечаем определенный период, этап эксперимента уникального. Эксперименты, которые поставили наши физики Блохинцев, Лейпунский и профессор Глазанов. Все, кто получил тогда диплом, стали людьми непростыми. Доктора наук, ученые, академики. Некоторые из них стали преподавать, воспитывать молодые умы. При этом, конечно, заложенный Лейпунским и Блохинцевым фундамент требовал реализации и в собственных исследованиях. Владимир Николаевич Толстой – пример тому, как совмещать работу профессора МГУ с научной деятельностью в сферах теоретической, ядерной и математической физики. Дело тяжелое, вообще-то говоря, если вы занимаетесь хорошей наукой, то вас поглощает время все, и для студентов времени не хватает. Но кому-то надо подменить, куда-то поставить. Но люди, которые работают на стыке, у них это аспиранты, студенты, это движущая сила. А у меня движущие силы я сам. Так что вот тут как? Ну, есть, мне нравилось. Еще один известный представитель выпуска 1969 года – Владимир Евгеньевич Черковец. Профессор, доктор математических наук. С 2004 года он является директором научного института в Подмосковном Троицке. Сегодня он также преподает в МИФИ, входит в состав научных организаций, редколлегий, специзданий. Словом, несмотря на солидный возраст, остается на атомной передовой. Сейчас мы занимаемся перспективными работами, основанными на достижениях в лазерной, плазменной и термоядерной физике. Многие результаты, которые были получены для управляемого термоядерного синтеза, для физики высокотемпературной плазмы, можно сейчас применить, например, для такой перспективной задачи, как электрореактивные двигатели для полетов на Марс. Выпускники курса 55-летней давности собрались сегодня в АТ, чтобы вспомнить свои студенческие годы, преподавателей, многих из которых уже нет в живых. Сами преподаватели были молодые, достаточно амбициозные. Они все были в основном из физико-энергетического института и, по сути дела, как они хотели, готовили для себя. Они знали, что нужно для того, чтобы мы выросли хорошими специалистами. Они амбициозные, с нас драли шкуры, прямо скажем, поэтому все учились хорошо. В год 70-летия пуска первой в мире атомной станции эти люди особенно рады встретиться друг с другом. Жизнь насыщенная и полная удивительных открытий развела советских студентов по разным уголкам, не только России, но и мира. Это тоже придает встрече выпускников 69-го года особую атмосферу. Им есть что рассказать и, конечно, интересно узнать о судьбах друг друга. Хотя многие связь и сквозь годы не теряют. Так как все разбежались по разным научным направлениям, то есть мощная такая фундаментальная база нам была обеспечена нашими преподавателями, которые нас учили. Поэтому очень интересно всегда поделиться впечатлениями с нашими друзьями, коллегами, студентами все были, кто чем занимается. Поэтому это в первую очередь, конечно. Первым делом, приехав на территорию ИАТ, выпускники 69-го года отправились навестить свой клён. Дерево, посаженное спустя десяток лет после окончания обучения, до сих пор встречает яркой листвой и памятной табличкой. Мы решили эту энтропию уменьшить, навести некий порядок, посадить здесь этот клён, чтобы напоминал нам о наших студенческих годах, о том, что мы все еще есть, что мы можем собраться. И вот это есть некое место, которое нас объединяет. И вот не было бы клёнок, где бы мы собирались. Так вышло, что день встречи этих ученых совпал с датой рождения физико-энергетического института. 31 мая ФИИ празднует свое 78-летие.